танкисты всем привет всем хорошее настроение желаю вам приятного аппетита возможно и вообще приятных сновидений ребят сегодня вот после стрима решила для вас записать видео на завтра и посмотреть подумать что же лучше если конечно же можно сравнить два этих танка что же лучше тигр 2 или лев ну предположим вот люди выкачивают свою первую ветку танков остановились на тигре 2 и к ним например каким-то образом попал ли может быть они его купили может быть он откуда-то им выпал им просто интересно понять в целом геймплей схож зайдет ли им этот лев подойдет ли ему этот геймплей или нет а возможно кто-то задумывается в принципе о покупке первого премиум танка и почему бы нет ребят в следующем видео можно сравнить и 75 с и льва но пока что тигр 2 или что хочется сказать лев претерпел изменения давным давно вы все должны были помнить ему забронировали влд и нлд и сейчас он пробивается вот в это пространство между ними вот и хорошо и плохо просто ему тоже что то нужно делать но он он уже немножечко устаревает он по-прежнему играется он по-прежнему фармит но уже поднадоел и сейчас я все реже вижу их в рандоме вот что касается тигра 2 хороший аппарат один из лучших наверное сейчас на своем уровне он был подвергнут жесткому апу потом ему немножечко ухудшили подвижность поворот скорость поворота корпуса и башки если я не ошибаюсь ему ухудшили сведения но повысили тот но повысили дпм вот посмотрим как это будет на фоне пушки льва как это будет казаться плохим или же мы вообще этого не заметят пацаны что хочется сказать по параметрам а лев лев конечно же пробивает лучше на каждом типе боеприпасу он прибывает лучше чем тигр по крайней мере стал это делать лучше раньше показатели были по моему равны более ну примерно более-менее и так на бэбэшках лев пробивает на 200 304 миллиметра на подкалиберах 294 то есть это вам всецело будет хватать даже для того чтобы играть с танками 9 уровня надо не забывать что пушка точно можно будет выцелить таблички какие-то уязвимые зоны возле башни будет хватать это точно сведение 37 секунды ну нормально терпимо можно даже сказать наверное хорошо и разброс 0 299 ну это по-настоящему хорошая цифра урон в минуту вообще когда мы говорим про тигра и льва это конечно же не совсем про урон в минуту но тем не менее какой-никакой он тут есть по крайней мере лучше чем у совков и составляет 2 200 альфа что у одного танка что у второго по 310 и перезарядка 8 8 и 4 и секунды у льва у венчики вниз лучше у льва у него они минус 8 у тигра минус 7 пушка что самое интересное что тигр пробивает на 225 миллиметров повторюсь у льва 234 у тигра 225 это бэбэшка уже хуже и это реально чувствуется пацаны 285 и 294 под калибра лев пробивает 285 миллиметров лёва же на 294 но и у венчиков здесь всего лишь минус 7 а что касается точности то здесь точность хуже разброс уже 0 344 против 0 299 но зато сводится быстрее всего лишь 3 и 5 секунды против 3 и 7 напоминаю перезаряжается 75 в общем танк дпм не так ну что пацаны предлагаю начать наш сравнение с тигра 2 ну по объективным показателям танк хороший но вот я просто не особо сильно прям очень люблю его выкатывать то как-то но не мой геймплей просто бывают такие моменты ребят когда ты видишь танк хороший все вроде бы у него все в норме но вот не не заходит он тебе и все вот не нужно переламывать себя не нужно силой мысли заставлять этот танк поддаться вам но иногда такое бывает вот тут то же самое я могу сказать про тигр 2 ну вот все хорошо вроде бы в нем ну вот не нравится и всем не играть так мы попадаем против танков девятого уровня куда ехать я без понятия может быть поедут налево а лт-шка едет на c короче вообще полный сумбок непонятно что происходит вообще сейчас когда вот рандом в преддверии обновления либо после обновления то происходит страшные вещи ну не скажу что я удивлен я удивлен так тому как он ладно не пробил хорошо не буду танку я сегодня мы с тобой танкуем а за кустом стоит его не видно что ли да пацаны помогайте выручайте хороший лучший лучший просто красавчик кто там ему дал блин объект вообще не в тему тут супер мега имбовый объект будем отыгрывать аккуратно аж блин борщ ты лайк заслужил реально так ладно этот этот чувак явно профессионал может быть на него надо прям как-то упарываться прямо жестко чтобы он там не чувствовал себя от башенки очень хорошо все я начинаю уже нервничать ребята хорошо ждем пока кто-то выручит фугой заряди пожалуйста в него отлично слушайте команда вы в то реально радуете меня спасибо я чё-то как-то сплоховал в этом бою в команда выручила правда команда вот реально вот pt не знаю кто там борщ стрелял либо кто-то другой несколько раз просто затащила уйди 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 да то уйди ты блин юра щик юра щик юрец в общем ой больше просто какой-то монстр а еще и танкуем ребята 704 очень повезло ждать что повезло что он не зарядил почему-то фугас кстати говоря ситуация уже не особо приятная доли секунды не хватило чтобы нажать выстрел я не знаю чем он шмальнул фугасом не фугасом красавчик обидно 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 еще и ну ладно мне там один фраг всего был ну хотя бы 3000 настреляли этого по большому счету то и хватает 3200 1805 даже что-то танканул но было бы глупо рассчитывать что я танканул и еще второй раз когда уже будто но все равно от 704 ки какая-то вертуха была ну что пацаны пришло время посмотреть что может лев в современном рандоме а может быть он вообще не стоит ничего и и брать его не надо все может быть о спасибо про лак дождался так но нет ребят тут на самом деле я пошутил лев что-то может он вывозит иногда иногда настреливает но просто он мне надоел для меня он скучный в свое время было нафармлено просто миллиарды серебра на нем поэтому поэтому сейчас уже пришло время обкатывать другие танки которые появляются каждый месяц так точно вот этот например следующий танк который я хотел бы себе купить но будет ивент на него скоро так ст 153 тп помним что лев лучше пробивает но если говорить про более детальные характеристики то насколько я понимаю раз так стоп насколько понимаю он не такой дпмный разброса у него меньше но сведение больше так сорян пацаны отвлекаясь просто я хочу затащить я хочу победить ой молодцы ребят уже 1 0 как приятно вот когда это наш не 0 1 как было часто на стриме сегодня танканем а ты отстрелялся сорян передовернул ребята нужно быть внимательным не надо передоворачивать потому что конечно вас пробьют отлично все едем давай толстячок толстячок на льве очень важно выбрать направление вы можете попасть в просак просто приехав не туда будет проблема огромная проблема вас либо упорятся вот и вы будете в ангаре либо вы просто при турбо победе не успеете настрелять ну вот полторы тысячи урона даже нету а команда по большому счету уже вроде как выиграла ну ладно там есть еще там вафли какой-то из т1 кстати который поехал в поле обалдеть такой на самом деле не часто встречу а кто посмотрит сегодняшнее видео вспомнит героя сводитесь полностью ребят тогда что-то будете пробивать как-то хоть поэффективнее так окей ладно все я еду да приди ты 315 так прячемся прячемся от вафли от вафли прячем сейчас альфа как пройдет а мне это так вообще не на руку так она оттылялась кайф в том что из т1 0 времени на обдумывание выстрела было вот 0 обдумывание времени на то чтобы пробить хотя бы попасть лада тут я виноват да вы персона вафли но зато пацаны посмотри на йохи и на вз 112 2 затащили бой хорошо 74 я эти танки сравниваю ни в коем случае не как знаешь там оля фармер или нет лев сейчас представьте что он не фармер представьте что он просто обычный танчик который иногда что-то где-то может настрелять и я вам могу точно однозначно сказать что мне было комфортно играть на тигре 2 вот поэтому в целом в принципе если у вас есть какой-то более-менее нормальный прям 252 акула то но ребят сейчас уже 22 год ну наверное от альва то можно и отказаться но скучноватая машинка вот поэтому и тигр 2 в этом плане по мне эффективен наверное даже на голову все танкисты сделайте правильный выбор всего хорошего и пока